Пчёлы же сами добывают себе пропитание. Значит, они не домашние? В то же время человек разводит пчёлы, ухаживает за ними, пользуется их щедрыми дарами. Сейчас вы увидите самую приятную работу пчеловодов — медосбор. Выбирают рамки с мёдом, распечатывают ячейки. И на специальном аппарате медогонки выкачивают мёд. Нет, пожалуй, всё-таки пчёлы домашние. Ещё один любитель сладкого. Ох, как хочется косолапому отведать мёда. За это и называют его медведь. Только на пасеку мишки идти боязно. Приходится довольствоваться мёдом диких пчёл. Когда-то за мёдом диких пчёл охотился и человек. Однако лазать, как медведя по деревьям, и опасно, и неудобно. Поэтому ещё в давние-давние времена люди стали делать ульи из дерева, глины, соломы. Стали держать в них пчёл не вдалеке от дома. Но чтобы извлечь из таких ульев мёд и воск, пчелиную семью приходилось уничтожать. Но вот более 150 лет назад украинский пчеловод Пётр Иванович Прокопович сделал замечательное изобретение. Рамочный улей. Рамки можно вставлять и вынимать. С тех пор мёд выкачивают, не убивая пчёл. Почему они так волнуются? Куда и зачем собираются лететь? Ничего страшного не произошло. Просто когда в доме становится тесно, половина населения улья, окружив матку, покидает его. Но улетают пчёлы, как правило, недалеко. Плотной гроздью повисают где-нибудь на дереве или заборе. Вот теперь задача у пчеловода не упустить рой. Получилось. Для беглецов готовят новое пристанище. И когда наступает вечер, когда прекращаются полёты за нектаром и пыльцой, дверь улья гостеприимно распахнут. Пожалуйста, расселяйтесь. Спешат. Но порядок соблюдаем. И можете быть уверены, сразу же примутся за работу. А что же происходит в старом, покинутом маткой улье? Здесь ожидается рождение молодой матки. Сейчас. Сейчас она вылезет из вот этой колыбели, маточника. Пчёлы с нетерпением ждут этого. Помогают. С днём рождения. Первым делом повелительница проверяет своё владение. Напомним, в улье матка одна единственная. А иногда случается и такое. Как? Тут ещё маточники. Значит, могут появиться соперницы, конкурентки. Уничтожить. Немедленно разрушить лишние маточники. Таков жестокий закон пчелиной семьи. А вскоре молодая матка принимается за основную свою работу. Откладывать яйца. Сначала засунет голову в ячейку. Проверяет, исправно ли колыбель для будущих детей. А уж затем опускает брюшко. Хорошая матка за лето откладывает 200 тысяч яиц. Видите? В каждой ячейке продолговатое яйцо. Через три дня из яиц вылупляются личинки. Ухаживает за ними, кормит не мать, нет. А всё те же неутомимые друженики, рабочие пчёлы. Примерно через неделю ячейку с личинкой они запечатывают пусковой крышкой и оставляют в покое на 12 дней. И вот чудесный миг. Изнутри крышечка прогрызается, и из ячейки выходит настоящая крылатая волосатая пчёлка. Ещё новорождённая. Если сил маловато, старшая подкормит. А вот сразу две сестрички. Пройдёт всего пару дней, и новорождённые пчёлки включатся в жизнь своей большой дружной семьи. Да, у пчёл всё удивительно. Многие секреты пчелиного народца человек уже выведал. А сколько тайн ещё предстоит разгадать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok